Патриотизм, знание своих корней и любовь к истории. Такова основная тематика викторины. Ее посвятили Дню Народного Единства и изначально в составлении вопросов отталкивались от этой даты. Но со дня празднования прошло немало времени, поэтому организаторы приняли решение расширить тему на больший исторический период. Раз в год думал, что организация проводит эту игру. На наше счастье ученики активно отвлекаются, готовят команды. Они приезжают подготовленными, мы им заранее, конечно же, сообщаем темы, которым готовятся, чтобы не было уж совсем сюрпризов. Они приезжают специально или в футболках, или в галстуках повязанных. В общем, стараются. Участие в игре принимают учащиеся 8-9 классов. На этот раз ими стали ученики двух Суходольских, Сургутской, Серноводской и Елшанской школ. Пять команд, занимательные вопросы и минута на раздумье. Игра подразумевает бальную систему. Чем больше правильных ответов, тем выше вероятность победы. Вообще, интересное задание дает. В том году мне очень понравилось. Задания были не такие сложные, интересные мне самому на темы, на всякие. И просто нравится мне вообще ездить, принимать участие в таких мероприятиях. То, что давали учить в этот раз, мне это понравилось. У меня была тема географии Самарской области, мне это было интересно и основательно. В итоге победителями викторины с гордостью о России стала команда эрудиты Суходольской второй школы. На втором месте патриоты Суходольской первой, а замыкает тройку лидеров, команда Елшанзы из Елшанской школы. Победители получили дипломы за призовые места. Всем участникам вручили сертификаты об участии. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, информационная служба телекомпании «Радуга-3».